здравствуйте меня зовут дулов евгений николаевич я доцент кафедры физики твердого тела института физики кфу и хочу представить вам доклад на тему радиоактивность вокруг нас доклад имеет обзорный характер лекция и содержимое лекции это рассказ о радиоактивных изотопах и его бионизирующим излучение которое нас окружает встречается в природе и чем она может быть интересно для физиков для исследований начну с истории открытия радиоактивности радиоактивность была открыта практически сразу же после того как рентген сделал свое открытие в 1895 году по его стопам анри беккерель проверяя гипотезу по анкаре которая в итоге оказалась неверной обнаруживает что соединение урана двойной уранил сульфат калия обладает свойствами схожими с то есть он испускает лучи которые по своим свойствам очень похоже на рентгеновские лучи они вызывают почернение фотопластинок они вызывают ионизацию и первый известный радиоактивный элемент это именно уран нужно сказать что уран был известен задолго до открытия явления радиоактивности дата открытия урана показана на слайде это 1789 год маркин генрих клапрот и уран химический элемент назван в честь недавно тогда открытой планеты самой последней самой далекой из известных планету уран до 1874 года считалось что атомная масса урана атомный вес урана он примерно вдвое меньше чем он есть на самом деле и вообще клапрот он ошибочно принял за металлический уран оксид урана с этими связана была ошибка в определении атомной массы эту ошибку исправил сначала в теории менделеев когда разместил уран положенные ему клеточки периодической таблицы но впоследствии атомная масса урана она была измерена экспериментально уран довольно распространен в природе содержимое урана содержание урана в литосфере в земной коре в тысячу раз превосходит приблизительно по весовому проценту золото драгоценный металл распространенный минерал из которого можно извлекать уран это урановая смоляная обманка она известна очень давно с древних времен и упоминание первые в ней встречаются вот как показано здесь в 79 году нашей эры использовали соединение урана оксид урана для того чтобы делать цветные стекла для того чтобы наносить глазурь на посуду глиняную и фарфоровую и таким образом делать ее более красивой в качестве красок для фарфора и стекла соли урана оксид урана в частности использовался вплоть до 50-х годов двадцатого века по предыдущему слайду слайду еще один небольшой комментарий но вы возможно успели прочитать в 1898 году вслед за открытием урана конечно же начали искать химические элементы которые обладают свойствами похожими на свойства урана и нашли такие химические элементы ими оказался оказались торий радий и эполоний это открытие было сделано старшими супругами кюри в результате такой титанической работы по переработке большого количества урановой руды исходной и в 1900 году следующая века из истории развития ядерной физики резерфорда миссоди проводились опыты по воздействию магнитных электрических полей на явление радиоактивности открытые урана обнаружилось что урана спускает три сорта частиц и эти частицы были идентифицированы определены уже в 1900 году и ими оказались электрон томсона который был открыт кстати в 1897 году и ядро атома гелия это альфа частица которая примерно в 10 тысяч раз тяжелее чем электрон и гамма-излучение оказалось по свойствам практически идентично излучению рентгенов скому которая наблюдалась совсем других процессах рентгеновских трубках кратко напомню о двух видах радиоактивности которые мы можем встретить в окружающем нас мире это альфа распад спонтанное превращение ядра в дочерний ядро с массовым числом на 4 меньше обратите внимание и с спусканием альфа частицы и бета распад который может происходить различными способами это может быть бета плюс бета минус распад со спусканием позитроны и электроны соответственно и это может быть захват электроны и собственной электронной оболочки атома вот при этом как вы видите дочерние ядра получаются всего двух возможных вариантов с зарядовым числом на единичку больше или на единичку меньше а массовое число остается тем же самым ядро такое называется ядром изобаром по отношению к первому возникает такое простое правило смещения которое приводит к вопросу который мы сейчас обсудим это правило смещения записано как вы видите внизу слайда массовое число может поменяться только на четверку а это значит что если продукт радиоактивного распада урана также проявляет свойства радиоактивности это означает что остаток отделения массового числа у этого продукта на четверку он будет тем же самым что и у материнского ядра и так далее в природе радиоактивные элементы большая их часть встречается в виде генетически связанных семейств виде радиоактивных рядов поэтому для нас этот вопрос важен и так и оказывается на самом деле то есть уран в конце концов приходит посредством цепочки бета распадов альфа распадов приходит к стабильному одному из стабильных изотопов свинца у свинца зарядовое число 82 урана 92 вы можете представить какое количество распадов требуется совершить ядру урана чтобы добраться до конца цепи до конца радиоактивного ряда или радиоактивного семейства семейства радиоактивные ну поскольку остаток отделения на 4 всегда один и тот же для всех отделение на 4 массового числа один и тот же вот для всех ядер из одного семейства всего мы можем иметь четыре семейства и не больше и не меньше вот они показаны на слайде не очень хорошо видны детали но они нам сейчас и не нужны нам важно видеть какое количество превращений совершает ядро прежде чем она добирается до конца радиоактивного ряда прежде чем получается стабильный изотоп и среди четырех представленных рядов один из рядов нептуниевый ряд он не встречается в природе потому что среди звеньев среди ядер в этой в этом семействе нет достаточно долгоживущих ядер у которых время жизни или период полураспада сравним с геологическим возрастом земли поэтому нептунивый ряд наверняка существовал на ранних этапах существования солнечной системы но к настоящему времени невозможно найти даже следов этого ряда период полураспада порядка миллионы лет 2 миллиона лет у нептуния 237 но этот ряд может быть получен искусственным путем изотоп нептуния 237 может быть синтезированы ряды как их исторически называют это ряд 235 урана актиноурановый ряд или актиниевый просто ряд хотя сам элемент актини он имеет немножко косвенное отношение к ряду это урановый ряд ряд 238 изотопа урана и это ториевый ряд родоначальник это 232 изотоп тория вот здесь есть небольшая ошибка там написано 228 изотоп в ряду радиоактивном встречаются до стрелочки которые уходят вправо означают альфа распад стрелочки которые уходят влево означают бета распад и мы видим на этом слайде что у нас в радиоактивном ряду может наблюдаться большое количество того что называется вилками в радиоактивных рядах и из них тоже можно извлекать полезную информацию в ядерной физике для нас важно вот что все три известных радиоактивных семейства завершаются тремя различными изотопами свинца и нептунивый ряд в природе не встречается суммарное количество изотопов генетически связанных если их подсчитать оказывается вот таким как показано на слайде здесь я ошибочно подсчитал стабильные изотопы свинца поэтому из 49 изотопов можно вычесть 3 и получить 46 изотопов в радиоактивных рядах и можно обратить внимание на то что среди радиоактивных ядер в рядах семействах довольно большое количество ядер с небольшим периодом полу распада причем поскольку уран скажем 238 непрерывно производит радон 226 содержание радиоактивного изотопа радона хотя он имеет период полу распада всего пару суток непрерывно возобновляется поэтому радиоактивность связаны с радоном окружающие нас она играет довольно важную роль периоды полу распадов родоначальников семейств показаны на слайде все они имеют порядок величины ну от 1 до 10 миллиардов лет примерно по порядку величины при этом геологический возраст земли составляет четыре с половиной миллиарды лет и почему это так возраст вселенной около 13 миллиардов лет считается что наша солнечная система она возникла на месте взрыва предыдущей звезды взрывы сверхновой и четыре с половиной миллиарда лет образовалась новая планетная система наша солнечная система и сам процесс нуклеосинтеза нуклеогенез он завязан вот на эту временную точку четыре с половиной миллиардов лет назад когда при взрывной реакции случайным образом перераспределяются протоны и нейтроны появляются новые ядра вот этот возраст его можно измерить в том числе точнее подтвердить измерить можно его и другими методами его можно подтвердить с помощью тех самых радиоактивных рядов среди трех изотопов свинца которыми вот мы видели заканчиваются радиоактивные ряды отсутствуют 204 изотоп свинца который встречается в природе то есть он появился в результате первичного нуклеосинтеза при появлении солнечной системы но он не радиогенный то есть его содержание остается неизменным в течение всех этих миллиардов лет которые существует наша солнечная система поэтому если мы измеряем изотопное соотношение для ядер изотопов 206 207 изотопа свинца по отношению 204 это дочерние изотопы для урановая активно уранового ряда мы мы можем сделать вывод о том каков возраст солнечной системы и он получается четыре с половиной миллиарда лет то есть само существование радиоактивных рядов обязанную вот этому большому периоду полураспада родоначальников семейств радиоактивных от 1 до 10 миллиардов лет ну и конечно возникает вопрос если среди ядер среди химических элементов такие у которых также период полураспада очень большой но они может быть и не связаны генетически с другими радиоактивными элементами ну и ответ да такие ядра есть и можно привести довольно много примеров ядер у которых и мы их приведем сейчас у которых период полураспада ну либо порядка возраста солнечной системы либо много больше чем возраст солнечной системы и по классификации радиоактивных изотопов которые мы будем обсуждать и радиоактивного излучения которые мы будем обсуждать вот ведем такую терминологию по происхождению будем называть изотопы диригенными или геогенными изотопами это те самые изотопы которые появились в результате взрыва сверхновой звезды на месте нашей солнечной системы затем мы будем выделять космогенные изотопы которые появляются синтезируются в атмосфере земли и в земной коре под действием космических лучей для космогенных изотопов как мы увидим далее период полураспада не играет в какой-нибудь заметной роли поскольку космические лучи постоянно воспроизводят они постоянно существуют присутствуют и постоянно воспроизводят эти радиоактивные изотопы в нашей атмосфере и в земной коре и техногенные антропогенные изотопы мы обсуждать без особой необходимости не будем самый известный интересный одиночный генетически не связаны с другими геогенный изотоп это изотоп 40 изотоп калия у него период полураспада чуть больше миллиарды лет и очень небольшое естественное содержание содержание естественной смеси изотопов большую часть составляет 39 изотоп калия 40 калий мы видим что у нас только примерно один атом на 10 тысяч приходится и кратко по как космогенными изотопами по космическим лучам вообще космические лучи были открыты уже более 100 лет назад вслед за открытием радиоактивности и открыты были в довольно простом по задумке эксперименте поскольку известно к 12-му году было только радиоактивность от геогенных изотопов это означало что если мы будем подниматься на скажем на воздушном шаре на большие высоты мы будем экранировать себя с помощью атмосферы от радиоактивности земной коры и мы должны наблюдать уменьшение радиационного фона это действительно так и если вы поднимаетесь на высоту не очень большую ну не больше километра то вы будете наблюдать уменьшение радиационного фона если вы когда нибудь будете летать самолетом и у вас будет при себе дозиметр вы можете от эффект замечательно наблюдать до высоты в один километр у вас показания дозиметра будут уменьшаться а потом будут повышаться ну вот именно это и наблюдал гес только с помощью техники экспериментальной доступной в 1912 году электрометры назывались природы приборы которые использовались для регистрации ионизации воздуха атмосферного ну идейно этот прибор очень похож на заряженный электроскоп то есть за счет наличия ионизации в атмосферном воздухе у вас просто электроскоп теряет заряд ну на своем шаре и разряжается и по скорости разрядки электроскопа мы можем судить о том насколько высок радиационный фон мы вернемся еще к вопросу космического излучения а пока детально обсудим изотопы которые ну мы можем встретить вокруг себя довольно часто сроковой изотоп калия тот самый интересный изотоп калий входит в состав продуктов питания в состав почв минеральных удобрений он участвует в жизнедеятельности человека каким-то образом калий участвует в транспорте нервных сигналов в нервной системе человека какой-то там есть механизм ионного транспорта и если у человека недостаточно в организме калия то у него возникают ну какие-то заболевания которые как лечатся препаратами калия и калий ну поскольку он радиоактивен и избавиться от примеси радиоактивного изотопа сорокового нельзя мы получаем следующий результат в человеке содержится примерно два с половиной грамма на килограмм массы природного калия активность 1 грамма калия как показано на слайде 31 беккерель и если мы почитаем активность взрослого человека по сороковому изотопу калия то мы увидим вот такое значение 5400 беккерли то есть что это означает беккерли это единица измерения активности это означает что один беккерли равен одному распаду в секунду это одна обратная секунда то есть вот это значение она говорит о том что человек каждом из нас ну если масса сравнима с массой 70 килограмм происходит около 5000 превращений сорокового изотопа калия внутри нашего организма в секунду вот у калия очень хорошая в кавычках схема распада он может испытывать все возможные варианты бета распада это к захват бета плюс и бета минус распад причем в 89 процентах случаев из 100 он испытывает бета минус распад и спускает электрон который очень легко регистрировать электрон большой энергии энергия порядка мэва и по этой причине калия очень просто радиоактивность препарата калия любого можно очень просто зарегистрировать с помощью самого обычного счетчика и дегера важное условие у него должны быть стенки небольшой толщины скажем 50 микрон вполне достаточно для того чтобы эта частица прошла через эту стенку и была зарегистрирована встречается калий вот в порядке убывания значимости в продуктах питания бананы картофель зеленый чай орехи и любые соединения калия вы можете их радиоактивность калия на них тоже обнаружить вот схема распада калия 40 он превращается либо стабильный изотоп аргона 40 либо стабильный изотоп кальция энергия распада как вы видите вот самый интересный для нас канал распада который имеет вероятность почти 90 процентов он приводит к спусканию бета-частицы с энергией больше одного мега электрон вольта с большой проникающей способностью здесь на вставке также показан спектр нейтрина который анти нейтрина электронных которые испускает сороковой изотоп калия то есть калий является также гео источником геогенным изотопом источником нейтрина бета-распадчиком связи вот с такой популярностью калия существует то что называется банановым эквивалентом бананы это продукты ну одни из самых богатых калием и в одном среднем банане содержится примерно полграмма калия это означает что в каждом банане происходит 15 радиоактивных превращений калия в секунду и ну вот шуточный эквивалент для мощности дозы мы будем пользоваться то есть мы уже начали пользоваться эти эквиваленты без каких-либо пояснений когда я говорю что калия содержится в банане 15 бекер ли я подразумеваю что его содержится там такое количество что это количество дает нам 15 радиоактивных превращений в секунду вот как вы видите вот летальная доза понятно что она никем не проверялась просто она подсчитана из известных данных по значению дозы полученный человеком которая гарантированно приводит к летальному исходу это важный но не единственный источник внутреннего облучения человека то есть эти радиоактивные превращения происходят внутри нас есть еще космогенный радиоактивный изотоп у которого период полураспада заметно меньше около 5000 лет это известный изотоп по которому делается радиоуглеродное датирование известный для археологов и содержание углерода 14-го во взрослом человеке составляет примерно 3 килобекеля но если мы сравним периоды полураспада то можно догадаться что число атомов изотопа 14-го углерода у нас содержится намного меньше в человеке чем число атомов 40-го изотопа калия мы вернемся еще к перелету из Москвы во Владивосток к причинам по которым у нас возникает повышенная дозовая нагрузка на человека при поднятии на большую высоту когда более детально разберем космической космические лучи рубить его 87 замечательный изотоп тем что у него очень большая удельная активность но к сожалению в отличие от сорокового изотопа калия рубиди не испускает гамма квантов это бета распайчик с энергией с верхней границы бета-спектра 0 274 мега электрон вольта такие бета-частицы гораздо труднее регистрировать чем бета-частицы от сорокового калия и ну большой плюс в том что содержание естественной смеси изотопов намного больше для радиоактивного изотопа рубиди 87 ну за счет этого и намного большая активность хотя период полураспада тоже оказывается больше рубиди это щелочной металл также как и калий поэтому фотография которую вы видите которая показывает вам этот металл это фотография запаянные ампулы потому что на открытом воздухе этот металл очень быстро окисляется рубиди используется рубиди стронсовом методе датирование то есть по соотношению изотопов материнского изотопа 87 рубиди и 87 изотопа стронция также можно делать вывод о возрасте тех или иных находок но только в масштабах уже превышающих время существования нашей солнечной системы и таким образом мы можем контролировать результаты полученные другими аналогичными методами это широко распространено интересно отметить что пара изотопов 85 и 87 рубиди используются в одной из вариаций конструкции атомных часов рубидевые атомные часы они так и называются и свойства радиоактивности здесь совершенно ни при чем используется свойство следующее что у одного из изотопов у 87 изотопа рубиди если я не ошибаюсь имеется отличный от нуля спину ядра и имеется сверхтонкое взаимодействие с электронной оболочкой и поэтому электронные уровни этого изотопа они оказываются расщеплены за счет сверхтонкого взаимодействия тогда как у рубиди 85 это сверхтонкое взаимодействие отсутствует потому что спину ядра нулевой связано это все равно с ядерной физикой и по этой причине мы можем эффективно ну управлять поглощением на одном из под уровней атомов рубиди 87 изотопа рубиди 85 изотоп выступает в роли фильтра для которые можно использовать для того чтобы отсечь одну из оптических линий и заставить переходы происходить строго с одного из нижних состояний верхние дальше хорошо известный материал если у кого-то есть платиновые украшения ну вот платина тоже содержит геогенный радиоактивный изотоп 190 изотоп платины который испытывает альфа распад у него очень большой период полураспада и содержание примерно как у калия вот 12 тысячных процента естественной смеси изотопов в результате альфа распада платины превращается в осмей энерговыделение характерное для альфа распада с такими периодами полураспада около 3 мега электрон вольт и активность очень небольшая меньше одного беккера линограмм если вы сравните с активностью калия ну это на 1 2 порядка меньше но любой ювелирные изделия из платины содержит этот изотоп и вы можете примерно оценить какое количество превращений происходит скажем в кольце из платины редкоземельные элементы и известные очень представители это самарий 147 изотоп это там у самарий есть целых три радиоактивных изотопа самарий 147 самый интересный у него период полураспада порядка 10 в 11 лет и самарий спускает альфа частицы которые можно зарегистрировать но при этом гамма кванты то есть ядро не образуется дочерне возбужденном состоянии гамма кванты дочернее ядро не испускает поэтому если вы пробовали когда нибудь снимать альфа спектр и вы понимаете что задача это не из легких просто зарегистрировать активность от самария 147 другое дело лютеции 176 редкоземельный элемент также вот который совершает бета-распад испускает бета-частицу которую также очень легко регистрировать с большой проникающей способностью и при том бета-распад сопровождается каскадом из гамма-переходов из двух или из трех гамма-переходов и если мы посмотрим как выглядит гамма спектр от 176 изотопа лютеции мы увидим две ярких линии одну линию спектральную менее яркую в области энергии до 300 кило электрон вольт из-за того что в дочернем ядре в гафни которая образуется после распада лютеция есть каскад переходов на этом ядре можно реализовывать схемы гамма-гамма совпадений угловых гамма-гамма совпадений то есть можно исследовать эффекты какие-то характерные для квантовой оптики для ядерной физики вот на природными затопе лютеция когда был открыт ядерный гамма резонанс в 1957 году начался поиск различных изотопов которые можно использовать эффектами с бауэра в ядерном гамма резонансе и среди изотопов найденных был также и изотоп гафния 176 который является дочерним по отношению к лютецию то есть лютеции можно использовать также для реализации эффекта ядерного гамма резонанса правда информативность эта публикация 1966 года в журнале физреф вот информативность такого спектра невысока потому что эффектами с бауэра важно сочетание как величины сверхтонких взаимодействий естественной ширины линий у лютеция все не слишком хорошо в этом смысле необычные затопы одиночные которые мы можем встретить окружающим нас мире это изотоп вот буква м означает изомерное состояние метастабильное изомерное ядерной физике принят термин изомерное состояние это возбужденное состояние ядра талия того же 180 изотопа которая по причине большой разницы моментов количества движения основного и возбужденного состояний имеет очень низкую вероятность для ну для релаксации для перехода в основное состояние и вот уникальное ядро удивительное это ядро на современном уровне знания остается стабильным представьте она существует те самые 5 миллиардов лет возбужденном состоянии в основное переходить не хочет но период полураспада который установлен экспериментально для этого изотопа если он и конечен то он превышает вот величину четыре с половиной на 10 16 лет при этом также как и в других ядрах ядро талия изомер талия 180 изомер талия может быть переведен в основное состояние за счет явления вынужденного излучения то есть если мы очень точно подберем энергию для перехода талия вот скажем используя синхротром вот мы можем заставить то ли перейти в основное состояние при этом в талии оказывается заключено довольно большое количество энергии если на один атом приходится вот примерно 75 и 3 кило электрон вольта вы можете представить себе какой будет удельный энергозапас если мы выделим чистый изомерный 180 италий и смеси изотопов талия еще один уникальный изотоп который до 2003 года считался единственным стабильным изотопом висмута это висму 209 все остальные изотопы висмута альфа-радиоактивные и все химические элементы за висмутом трансвисмутовые все они также испытывают альфа-радиоактивность ну если бета распад не оказывается более вероятным этот изотоп считался стабильным но в 2003 году был был измерен экспериментально очень интересная и тонкая техника эксперимента период полу распада висмута это альфа распадчик период полу распада оказался видите 2 и 0 на 10 19 лет то есть это ну в миллиард раз больше чем время жизни солнечной системы космогенные изотопы интересная часть повторю они генерируются верхних слоях атмосферы под действием протонов в основном космических лучей под действием первичного космического излучения ну и под действием вторичных космических лучей которые появляются как результат взаимодействия атмосферы с первичным с первичным излучением примеры ядерных реакций в которых генерируется хорошо известный 14 изотоп углерода и не очень хорошо известный 7 изотоп бериллия вот показаны на слайде здесь у меня нет здесь нет ошибки здесь еще генерация трите видите то есть трите это также космогенный изотоп его содержание непрерывно возобновляется вот и на выделим важнейшие изотопы для гео и космо хронологии разделимых вот на две группы внутри двух групп у нас могут быть повторяющиеся изотопы и вот очень важным для гео и космо хронологии он здесь неспроста поставлен на первом месте оказывается изотоп 10 изотоп бериллия важным тем что у него период полураспада около двух миллионов лет у 14 изотопа углерода период полураспада 5000 лет и мы можем датировать археологические находки в масштабах времени которые сравнимы с периодом полураспада если мы хотим определить возраст какого-либо предмета находки с ожидаемым порядком величины в миллион лет то 14 изотоп углерода нам здесь мало чем поможет его количество будет исчезающим малым потому что пройдет 200 периодов полураспада мы просто не сможем сделать такие измерения то есть период полураспада если радиоизотоп используется восстановление хронологии каких-то событий период полураспада определяет масштаб времени на который мы можем заглянуть в прошлое и вот берилли очень удачно становится в логарифмической шкале между изотопами долгоживущими у которых период полураспада сравним с геологическим возрастом земли и углеродом 14 то есть порядок величины там 10 3 10 4 лет 10 6 лет и 10 9 лет и есть также набор изотопов который важен для вопросов внутреннего облучения человека но сразу можно сказать что кроме 14 изотопа углерода все остальные изотопы вносят очень маленький вклад скажем активность человека по натрию 22 если мы ее будем в бекелях измерять она составит величину всего лишь порядка 1 бекеля показана идея каким образом мы можем использовать космогенные радиоактивные изотопы в частности 10 изотоп бериллия как инструмент для того чтобы восстанавливать события прошлого на блок схеме вы можете видеть чуть позже детально разберем эту классификацию вы можете видеть что космические лучи которые то есть частицы которые приходят в атмосферу земли извне их можно разделить на галактические солнечные при этом это же деление иногда называется делением на стационарные космические лучи и не стационарные не стационарные это солнечные космические лучи поскольку ну известно что солнце периодически меняет свою активность и меняется также и количество частиц которые выбрасывает солнце и которые поступают к нам на землю 11-летний цикл самый известный солнечный цикл мы живем сейчас на пике этого солнечного цикла сейчас испускается максимально возможное число протонов солнцем и вот солнечная модуляция это как раз и есть отражение той самой не стационарности солнечных космических лучей или как его называют солнечного ветра кроме этого модуляции геомагнитным полем пока не сильно задумываемся о том что это такое ну кратко ну и вы уже наверное догадались у земли есть магнитное поле и это магнитное поле действует на частицы неожиданным оказывается то что в астрономических масштабах даже поле очень скромное это пол карста до модуль поле земли вот где мы находимся в этом месте например и по порядку величины это в любом случае будет один эрстет где бы мы не находились магнитное поле земли оказывает существенное влияние на вклад космических лучей радиоактивность окружающую нас и в конце концов частицы космических лучей попадают в земную атмосферу и в земную кору и там генерируют новые радиоактивные изотопы поэтому берилли 10 очень важен для геохимии и как это можно назвать для восстановления событий связанных с каким-то повышением вклада космических лучей вот пример который показан на рисунке он отражает рост активности да берилли 10 как в настоящее время ну считается он генерируется преимущественно в атмосфере земли раньше еще несколько десятилетий назад в этом были сомнения ну вот сейчас считается что 10 изотоп бериллия генерируется в верхних слоях атмосферы затем он попадает на поверхность земли он попадает в океаны вот как вы видите здесь самые удобные как объекты которые выступают в роли магнитной ленты или ленты для самописца оказываются полярные льды и донные осадки морей и океанов то есть берилли постепенно осаждается на поверхность земли и мы получаем скажем в арктическом льду мы получаем наслоение бериллия с различной активностью которая зависит от солнечной модуляции модуляции геомагнитным полем от интенсивности космических лучей мы получаем вот такую такой самописец который позволяет нам увидеть что было в прошлом и на слайде здесь показан совместный результат работы двух методов радиоуглеродного датирования и датирование по десятому изотопу бериллия вот видно что здесь 34 тысячи лет и 38 тысяч лет назад происходили некоторые события которые интерпретируются как взрывы сверхновых звезд нашей галактики это естественные детекторы по которым мы можем восстанавливать хронологию событий космические лучи вот более детально то о чем я говорил воздушный шар на котором россия поднимался с электрометром и устанавливал вот эту зависимость вот на этой зависимости показан минимум он будет зависеть от широты на самом деле от местоположение где вы проводите эксперимент но вот на этом графике показан минимум в районе 500 метров то есть мы видим минимум естественного радиационного фона который складывается из геогенного радиационного фона и космогенного вот на высоте около 500 метров космические лучи это кроме подделения на стационарные и не стационарные еще различают галактические космические лучи и внегалактические космические лучи которые пришли к нам извне то есть где-то они сформировались за пределами нашей галактики и просто попали потом к нам спектр солнечных космических лучей спектр солнечного ветра и спектр галактических и внегалактических космических лучей показан здесь на слайде видите что для галактических космических лучей характерен диапазон энергии где-то 10 мэв до там вплоть до 10 в 20 электрон вольт а для солнечного ветра характерной энергии гораздо меньше основной состав космических лучей протоны и альфа частицы незначительная доля более тяжелых ядер ну а также электроны пришедшие к нам извне спектр космических лучей вот спектр здесь показан флюкс то есть это количество событий на квадратный метр в секунду и вот на этом графике мы видим такой характерный спектр для космических лучей и характерные точки которые показывают какое количество частиц падает на единицу площади поверхности здесь секунду здесь в год и здесь уже не на квадратный метр а на квадратный километр в год видно что этот график он имеет какой-то завершенный вид то есть него есть граница справа который располагается примерно в области 10 20 электрон вольт и эта граница имеет интересное физическое обоснование это предел грайзена зацепина кузьмина 1000 к 1966 году было установлено что существует реликтовое фоновое излучение образовавшиеся еще в момент большого взрыва и это излучение оно имеет довольно большую интенсивность и заполняется окружающее нас пространство казалось бы это излучение имеет очень маленькую энергию температура соответствующие излучению черного тела ну вот сейчас она измерена точнее это 2 и 8 кажется кельвин вот она составляет около 3 кельвин то есть это очень маленькие энергии это 0 25 что ли миллиэлектрон вольта и казалось бы какое отношение могут иметь фотоны реликтового излучения к ядерным реакциями тем более к торможению частиц которые двигаются с энергиями настолько большими колоссальными энергиями на предыдущем слайде вот вы могли видеть там у частицы энергия может измеряться джоулями она может быть порядка одного джоуля и объяснение ну на самом деле очень простое если вы посмотрите на процесс с точки зрения ну из системы отчетов который вот такой энергичный протон неподвижен вы увидите что фотоны реликтового излучения движутся навстречу вам и обладают очень большой энергией и они могут вызывать фотоядерные реакции реакции похожие на те на которых энрико ферми открывал на первом синхротроне брукхеменской лаборатории дельта резонансы вот то есть это реакция взаимодействия с протонами гамма квантов теперь уже то есть в системе отчетов которой протон неподвижен реликтовый фотон становится фотоном с очень большой энергией при этом рождается дельта плюс резонанс который в конце концов распадается либо по каналу показанному слева либо каналу показанному справа то есть рождаются пи 0 и пи плюс мизоны ну и похожие реакции возникают также при взаимодействии протонов с верхними слоями атмосферы вот этот предел был независимо установлен зацепенным кузьминым играйзным в одном и том же году и он составил величину около 10 20 электрон вольт который мы видели на предыдущем графике и до сегодняшнего момента остается открытым вопрос откуда берутся частицы с такой большой энергией да здесь важно то что это не могут быть частицы рожденные в нашей галактике потому что нет причин для появления частиц такой большой энергии то есть это частицы вне галактического происхождения и во всяком случае в пределах 50 мегапарсек которые по расчетам зацепина кузьмина и грайзмана составляет средняя длина на которой протон тормозится до энергии в 10 20 электрон вольт вот мы таких источников не наблюдаем процесс взаимодействия первичного космического излучения схематично показаны рисунки протон первичного пучка ну первичного космического излучения взаимодействует с ядром азота 14 при этом он может привести к беспусканию к выбиванию или как можно перевести к расщеплению ядра азота 14 на какие-то составляющие это просто один из примеров вариантов может быть очень много при этом могут осуществляться реакции похожие на реакции с предыдущего слайда реакции с образованием дельта резонансов и из квартета дельта резонансов и верхних слоях атмосферы генерируется очень большое количество пи плюс пи минус мизонов благодаря очень большой энергии космических частиц космических лучей протонов космических лучей пи мизоны в итоге нет доходят до поверхности земли они имеют слишком маленькое время жизни порядка на на секунды они распадаются не дойдя до поверхности земли при этом генерируется мионы которые впоследствии распадаются на электроны во всех этих процессах могут генерироваться сопутствующие гамма-кванты которые могут приводить к рождению электрон позитронных пар и в итоге мы на поверхности земли имеем большое количество разнообразных частиц которые в основном ну представляют собой поток электронов позитронов мионов и гамма-квантов вот такой вклад у поверхности земли на рисунке здесь показано модельное представление конечно это взаимодействие частицы очень большой энергии с энергией около 10 19 электрон вольт земной атмосферой вот на высоте 12 километров происходит первое взаимодействие дальше образуется каскад взаимодействие энергозапаса очень большой таких реакций оказывается очень много они представляют собой вот такой вот такую картинку похожую на душ ливень ну и само событие так и называется это широкий атмосферный ливень и эти ливни представляют очень большой интерес на самом деле потому что вернусь к предыдущему к одному из предыдущих слайдов вот здесь показана . ваш си это большой адронный коллайдер он до такой энергии в логарифмической шкале добралась на сегодняшний день человечество и в области энергии на 6 7 порядков больше которые регистрируются у частиц межгалактических космических протонов вот мы можем наблюдать нечто ну что не вписывается в общую картину ну мы можем выйти за пределы наших технических возможностей как было когда-то в начале 20 века широкие атмосферные ливни можно регистрировать различными способами самый первый способ заключался в реализационном действии частиц атмосферного ливня электронов заряженных частиц электронов и мионов и в схеме совпадений при сработке большого количества датчиков мы могли судить о том что у нас именно произошло событие ливня ну а в настоящий момент ионизационный след он регистрируется ну то есть это не самый эффективный метод для регистрации частиц широкого атмосферного ливня гораздо более эффективным оказывается регистрация черенковского излучения от заряженных частиц которые попадают вот в такие такие небольшие сосуды содержащие несколько там кубометров воды в которых возникает конус черенковского излучения и мы можем установить направление откуда пришла интересующая нас заряженные частицы то есть мы можем восстановить геометрию нашего широкого атмосферного ливня кроме того мы можем совместить регистрацию заряженных частиц через черенковское излучение с регистрацией флуоресценции атмосферного азота которая возникает как следствие ионизации в атмосферном ливне и кроме того поскольку земли есть магнитное поле мы можем также регистрировать и отклонение заряженных частиц в магнитном поле с генерацией радиоизлучения вот и таким образом дополнительно подтверждать события широкого атмосферного ливня и извлекать дополнительную информацию ну а для чего требуются сложные эксперименты напомню открытие история открытия позитрона имена андерсоном в 1928 году поль гирак записала свое знаменитое уравнение объединяющая специальную теорию относительности и квантовую механику и побочным результатом решения уравнение гирака стало наличие частиц как как бы квази частиц частиц с отрицательной массы которые с отрицательной энергией которые сам гирак интерпретировал как анти частицы наподобие представления о виртуальных частицах физики твердого тела в полупроводниках например электроны дырка даже возникает такое понятие дираковского вакуума то есть море частиц неразделенных электронов и позитронов ну вот где у дирака была работа теоретического характера и очень интересная ну вот эта теоретическая работа превратилась в экспериментальное открытие с использованием космических лучей и техника эксперимента 30-е годы вот она была очень изящный очень простой на фотографии здесь показана камера вильсона посередине камеры вильсона располагается пластинка свинца в которой электрон известным образом теряет свою энергию то есть мы знаем что если электрон с энергии 63 мега электрон вольта зайдет сверху на эту пластинку то после прохождения этой пластинки он будет иметь энергию 23 мега электрон вольта но электрон имел бы закруглений да а сама камера вильсона находится магнитном поле конечно же то есть по этой причине у нас траектория заряженной частицы искривляется и мы можем даже найти отношение массы частицы к ее заряду но вот важно то что при данной ориентации магнитного поля мы должны иметь закрученность трека в другую сторону вот по радиусу искривления трека в камере вильсона мы можем судить о том что частица пришла именно сверху вот здесь она затормозилась пройдя пластинку свинца здесь она имеет меньший радиус кривизны траектории вот у электрона с энергии 63 мэ была бы зеркально симметричная картина так был открыт позитрон впоследствии был открыт мион который уже был следствием предсказания не гирака юка вы его мезонной теории и искали совсем другие частицы но фактически открыли мионы каких тогда называли миомезоны вот в космических лучах поэтому если возможны какие-то экзотические частицы мы можем попробовать их искать в космических лучах лучах в пришедших ну то есть в результатах взаимодействия межгалактических космических лучей с нашей атмосферой поэтому возникают вот такие сложные эксперименты и довольно изощренные экспериментальные техники и масштабные эксперименты вот здесь показано обсерватория пьера уже одна из четырех крупнейших обсерваторий для космических для наблюдения за космическими лучами здесь больше полутора тысяч водных черенковский детекторов располагаются на площади в три тысячи квадратных километров это территория аргентины фотография на титульном слайде это была та же самая аргентинская обсерватория для наблюдения за космическими лучами и кроме этого здесь применяются все описанные техники которые были перечислены на предыдущем слайде ну и данные обсерватории вот нам сказать что они подтверждают теоретический предел для энергии межгалактических космических лучей которые доходят до нашей атмосферы магнитосферы земли чтобы сформировать полную картину о том что представляет из себя радиационный фон он представляет из себя не только излучение радиоактивных изотопов нам нужно рассмотреть также магнитосферу земли и связанные с ней эффекты земля как вы знаете хорошо это гигантский магнитный диполь хотя сами значения магнитных полей у поверхности земли они очень невелики но в астрономических масштабах мы получаем магнитные ловушки которые когда-то магнитные ловушки по этой схеме планировалось использовать для термоядерного синтеза вот и в этих магнитных ловушках возникают очень интересные эффекты во-первых в экваториальной плоскости у нас оказывается ну реализуется самое трудное направление для прихода частиц космических лучей то есть магнитное поле мешает им наиболее сильно на полюсах напротив здесь космить частицы космического излучения могут более-менее беспрепятственно проникать на поверхность земли поэтому если вы летите на самолете и регистрируете уровень естественного радиационного фона у вас обязательно есть широтный эффект который обусловлен наличием магнитного поля у земного шара пояса ваналина непосредственно связанные с магнитосферой земли это пояса в которых пойманы протоны и электроны которые возникают в результате действия космических лучей на атмосферу земли и пояса ваналина были обнаружены в ходе американских миссий пионер 1 пионер 2 пионер 3 которые были отправлены для исследования луны и 58 кажется году существование радиационных поясов было достоверно установлено причем вот если вы обратите внимание здесь указано значение 10000 10 вот такие вот вариации значений эти числовые значения соответствуют потоком частиц на квадратный сантиметр в секунду единицу времени то есть это очень большие значения это величины которые ну необходимо учитывать если человечество запускает спутники земли и уж тем более космические аппараты которые в которых находятся живые существа то есть это довольно большая проблема для космонавтики но очень интересные для физики вот здесь показана траектория при выходе миссии пионер 1 или пионер 2 за пределы земли это траектория возвращения то есть по этим двум траекториям было установлено что на расстоянии примерно полутора земных радиусов от центра земли мы имеем протонный радиационный пояс которым захвачены протоны с энергией больше 10 мега электрон вольт и во внешнем радиационном поясе мы имеем электроны с энергией в очень широком диапазоне внешне радиационный пояс располагается на расстоянии от 3 до 4 радиусов земли и вот для чего все это нужно для чего мы рассматриваем радиационные пояса магнитное поле земли не совсем уж похоже на поле диполе оно имеет различные особенности в частности одна из таких особенностей это бразильская магнитная аномалия отрицательная аномалия то есть в области над бразилии есть участок с пониженным значением модуля магнитного поля и за счет этого у нас возникает вот такое выпадение пояса в аналина в область где уже двигаются космические станции и вот здесь это выпадение пояса в аналина и регистрация частиц с помощью спутника показано на карте земного шара представьте себе что будет если магнитное поле земли каким-то образом исчезнет или поменяется а вообще-то 11-летние циклы которые в которых на солнце возникают вспышки пятна меняют картину магнитного поля солнца и у земли также есть некая периодичность изменения магнитного поля со временем то есть когда-то в прошлом полюса нашей планеты располагались иначе чем сейчас и в переходные процессы когда полюса менялись понятно что пояса в аналина переставали удерживаться магнитным полем и каким-то образом космическое излучение оно не просто лучше попадало на землю а еще и происходил такой всплеск выдача захваченных протонов из ближнего пояса в аналина на землю вот с этим возможно связаны ключевые точки в эволюции в том числе человека ну скажем один момент времени когда появился ген ответственный за мутацию связанные с человеческой речью со склонностью человека к речи он появился во время очередного очередной смены полюсов магнитных и также там разделение на неандертальцев кроманьонцев есть очень интересные статьи на эту тему в том числе в журналах вроде science и nature вот вы можете их без труда найти вот на этом моменте мы примерно представляем общую картину то есть у нас есть да кстати бразилии не повезло еще и тем что на пляжах бразилии есть большое количество песков моноцитовых черных песков каких называют которые содержат большое количество тория то есть кроме бразильской магнитной аномалии у них еще и за счет тория повышенный радиационный фон вот там где есть эти моноцитовые пески вот то есть естественный радиационный фон здесь он записан миллиберах но это если вам привычнее в зивертах или в грех это примерно вот 2 едва милизиверта в год это годовая доза вклад в годовую дозу как он распределяется то есть как за счет чего обусловлено это годовая доза дозовая нагрузка человека ну большая часть видите обусловлено внутренним облучением и внутреннее облучение к что интересно наибольший вклад вносит 222 изотоп радона то есть это продукт распада 238 изотопа ура или 200 либо в урановом либо в актиноурановом ряде этот изотоп появляется это благородный газ вот то есть он без цвета вкуса и запаху он содержится в земной атмосфере и вот здесь мы можем про техногенные источники вспомнить в том смысле что добыча полезных ископаемых добыча уранов в итоге привела к повышенному содержанию радона в земной атмосфере и урановый ряд вот этот генератор 222 изотопа радона приводит к тому что из 151 миллирада вот мы миллибера мы получаем вклад в 123,9 вот видите внутреннее облучение облучение за счет вдыхаемого радона ну на самом деле это не радон настолько много просто радон это альфа-распадчик а когда он попадает в легкие и альфа-частица испускается внутри вашего организма да еще и в легких она вызывает поражение в десятки раз более сильные чем это сделала бы бета-частицы или гамма-квант облучение за счет ториевой ряда вот не очень большой и облучение за счет сорокового калия природного изотопа космогенные радионуклиды которые так или иначе попадают к нам в организм с пищей вот они показаны эти пять космогенных радионуклидов они вносят свой вклад но как видите не очень большой вот за счет вторичных вторично космических лучей и и само по себе первичное космическое излучение оно может добираться до так внешнее облучение нет про это пропустим ну вот в другом варианте представлена та же диаграмма вот это вклады в облучение человека родом тоже относится к внутренним вкладам согласно предыдущей классификации и все остальное общая дозовая нагрузка она для человека в наших широтах составляет 2-3 миллизиверта если он дополнительно ничего другого не получает вот в окружающем нас городе можно наблюдать радиоактивность геогенную минеральную радиоактивность в основном за счет радиоактивности гранитов то есть если вы увидите гранитные облицовки сооружения какие-либо скорее всего вы радиоактивность таких гранитов вы сможете обнаружить вот на этом у меня все спасибо за внимание спасибо за просмотр! Продолжение следует...